Привет, друзья! Сейчас, всего за 5 минут, мы вам расскажем, как приготовить вкусный обед из трёх ингредиентов. А это картофель, фарш и сыр. Также вам понадобится томатный соус, молоко, сливки и специи. Сегодня мы приготовим запеканку из картофеля с мясом. И мы будем использовать приправы итальянские травы, чёрный перец, чеснок, мята, карри и мускатный орех. Отварим картофель. Пожарим фарш. Добавим итальянские травы, мяту, карри, сушёный чеснок, чёрный перец и мускатный орех. Перемешаем. Добавили кусочек сливочного масла. И трава сажаем, помешиваем. Посолим. Немножко посолить. А ещё мы добавим капельку любви. Не знала, что на зелёного цвета твоя любовь. Добавляем томатный соус. Нам нравится борелла с базиликом. Вы можете взять любой, который нравится вам. Добавляем сливки. Кладём сливочное масло в наш отварной картофель. Викусик говорит, масла надо класть больше. А теперь мы разомнём наш картофель. Никогда не берите такую маленькую посудину, как взяла я. А можно толочь к кастрюлю? А? Можно ли толочь к кастрюлю? Ты кастрюлю поцарапаешь тогда? Она у меня чугунная, с каким-то специальным покрытием. И мне её жалко. Ясно. Добавляем молока. Молоко должно быть тёплым. Его надо хорошо разогреть в микроволновке. Ну или где-то там разогреть. Чтоб оно было тёплым. Потому что если оно будет холодным, то ваша картошка будет серой. Ух ты! Это очень полезная информация. Это такой маленький секретик. Круто, спасибо. Кладём в стеклянную форму картофельное пюре. Это будет первый слой, да? Ага. Потом будет ещё второй. Надо его разровнять. Красиво распределить. Мы это всё красиво распределим. Разровняем. А теперь мы выкладываем на наше картофельное пюре наш фарш. Ручки, волоса. Равномерно распределяем по картофельному пюре. А теперь мы всё это хорошо засыпем моцареллой. Вы можете использовать тот сыр, который нравится вам. Убираем в разогретую духовку на 180 градусов. Да? Да. На сколько минут? Минут, наверное, на 40. Смотрите по вашей духовке. Через 40-50 минут заглядывайте в ваш духовой шкаф. Смотрите, чтобы сыр ва так красиво подрумянился. И всё, она готова. Можете её доставать. Порционно разрезаем. Только посмотрите. Понюхайте, понюхайте. Посмотрите, какая она аппетитная. Какой у неё тянущий сыр. А сама она такая нежная. Украшаем базиликом или любой зеленью, которая у вас есть. Ну и самое приятное. Пробуем. Она такая нежная. Я обязательно вам рекомендую попробовать её приготовить. Это очень просто и очень вкусно. Попробуйте. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и колокольчик. Пишите комментарии. Готовьте с нами. Приятного вам аппетита. И спасибо за просмотр.